В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте. Минувшие выходные в Новосибирской области прошли неспокойно, зафиксировали три смертельных ДТП и все на территории мегаполиса. Кроме того, в авариях пострадали 24 человека, из них шестеро детей. В первом сюжете этого выпуска мы расскажем про один из самых серьезных инцидентов. На Блюхера иномарка переехала человека, который лежал на дороге. Вот этот вот сидит, короче, орет. Я вызвал полицию. Это вообще просто у меня уже заколебал, мне спать не дают. Вроде как сказали, что сейчас приедут, потому что типа на дороге валяются. Обезьяна куда-то попала. Сейчас походу. Все. Говорит, буду здесь спать. Не, говорит, еще на вас. Просто дичь какая. Не буду тут спать. Что-то ищет. Сейчас, говорит, буду поклоняться божествам. А нет, все, дальше буду спать. Эти кадры были сняты за несколько минут до трагедии. Неадекватный мужчина кричал и ползал по проезжей части. В какой-то момент пешеход лег на дорогу и, вероятно, уснул. Абонент не отвечал. Водитель «Шевроле» не сразу понял, что произошло. После наезда на человека 26-летний мужчина затормозил и вызвал скорую, но было уже поздно. В результате ДТП пешеход мужчина на вид 40-45 лет получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность мужчины устанавливается. Следователи устанавливают детали этого происшествия. Скоро будут готовы результаты медицинской экспертизы, которые покажут, были ли в крови погибшего запрещенные вещества. Другую смертельную аварию зафиксировали в Кировском районе Новосибирска. В тройном столкновении погиб 23-летний автолюбитель. 22 июня в 13.13 идут на территорию Кировского района водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Лидосом» по улице Ковиково со стороны улицы Кировская. В пути следования, совершая левый поворот на улицу Ковково по дому 51Б, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Центрик». ДТП записала уличная камера. На кадрах видно, как «Стейдж» едет по перекрестку в нарушении правил. В тот же момент на огромной скорости к участку приближается «Цедрик». Избежать столкновения было невозможно. После удара одна из машин продолжила движение и протаранила две стоящие «Тойоты». Предполагаемый инициатор аварии, водитель «Ниссан Стейдж», погиб мгновенно. Кузов машины настолько деформировался, что его зажало в салоне. Владельцу второго «Ниссана» посчастливилось выжить. Он даже не получил тяжелых травм. Сейчас инспекторы выясняют детали этой аварии. Смертельная авария произошла и накануне вечером. В Калининском районе Новосибирска на Богдана Хмельницкого «Субару» врезался в дерево. Очевидцы рассказали, что водитель «Форестера» гнал на запредельной скорости. В какой-то момент 37-летний мужчина потерял контроль над управлением. Иномарку занесло. Она наехала на бордюрный камень, перевернулась и протаранила дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, мужчина 1987 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас полицейские выясняют детали этого происшествия. У погибшего взяли анализы. Через несколько дней станет известно, был ли он пьян или под действием наркотиков. Еще одно столкновение случилось на площади Калинина. Проезжую часть не поделили водитель арендованной машины и шофер трамвая. Благо, обошлось без тяжких последствий. Подписчики нашего телеграм-канала поделились кадрами последствий аварии. Грузовой делимобиль протаранил. Травай. Травай. Сейчас ходит тут разборка. Разборка идет. Сейчас ВТС скинем. ДПС на ВТС. Вот такая красота. И последнее. В Новосибирске заработал новый чат-бот. Создатели надеются, что с помощью него получится снизить аварийность и привить горожанам культуру пользования симами. Как еще кикшеринговые компании стараются обезопасить своих клиентов, расскажем далее. Самокатчик сбил человека на тротуаре и уехал. Двое подростков решили прокатиться на одном симе. Или гнали по проезжей части, мешая автомобилистам. Раньше бороться с такими лихачами было трудно. Инспекторы оформляли только происшествия с пострадавшими. И не всегда могли найти инициатора. Сейчас же достаточно обратиться в службу поддержки кикшеринга. Механизм здесь очень простой. Необходимо просто отправить информацию в штрафботу о времени, месте, желательном фотографии. И мы по своим средствам сможем установить, где, что, когда произошло. Недобросовестные пользователи будут наказаны с точки зрения вложения финансового санкции в кодом до блокировки аккаунта. Суммы штрафов стали значительно более высокими. И считаем, что это поможет в улучшении вопроса безопасности дорожного движения и культуры пользования симпатом и уговоренного соборства в том числе. Штрафы действительно большие. До 100 тысяч могут списать с карты пьяного самокатчика. 10 тысяч придется заплатить родителям несовершеннолетних любителей симов. Ведь им запрещено кататься без присмотра взрослых. Чат-бот презентовала кикшеринговая кампания в рамках транспортного форума, который прошел в Новосибирске. Там же представили и школу вождения электросамокатов. Организаторы подготовили трассу с препятствиями. Перед поездкой инструкторы объясняют правила пользования. И особенности управления симом. Попробовать проехать могли все желающие. Даже без опыта. Первый раз проехался на самокате вообще в своей жизни. На таком... Ну, непривычно, наверное, по управлению относительно. Ну, там, на велосипеде я много ездил, на велосипеде понятно. Тут все-таки немножко другой руль, немножко другая в целом конструкция. Подобные мастер-классы от кикшеринга в Новосибирске проходят регулярно. Если вы не смогли посетить мероприятие лично, то основную информацию можно изучить в приложении аренды самокатов. С теми, кто все равно не соблюдает правила. Компании обещают бороться не только через чат-бот, но и при помощи скрытого контроля вместе с полицией. Совместно с ГИБДД мы проводим рейды, направленные на безопасность дорожного движения. Принимаем участие в общественных мероприятиях, где пропагандируем необходимость использования СИМ с соблюдением правил дорожного движения. И на сегодня это все дорожные новости. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме «Экстренный НСК». В студии работала Ксения Корзун. Берегите себя и до встречи в эфире ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok